К другим темам. В городе Кингисепп Ленинградской области поставят памятник воинам 314-й стрелковой дивизии Ордена Кутузова. В феврале 1944 года ее солдаты освободили населенный пункт от фашистской армии. В памятнике будет специальная ниша для капсулы с североказахстанской землей. Именно здесь в августе 1941 года и было сформировано знаменитое воинское подразделение. Передать капсулу в Кингисепп доверили ветераны внутренних дел. Подробности далее. Такие встречи у памятника 314-й стрелковой дивизии проводят дважды в год. В мае, в честь Дня Победы и в январе, в день снятия блокады Ленинграда. Зимой 1944 года в составе 2-й ударной армии подразделение участвовало в обороне города на Неве. А в 100 километрах от него дивизия совершила свой самый знаменитый штурм. Освободила Кингисепп, за что и получила почетное звание Кингисеппская. В отставке Райтенбах Евгений Арнольдович и Сыздыков Акантулифергенович. Это капсула с северхазахстанской землей. Именно здесь была сформирована знаменитая дивизия. И отсюда была треть из 10 тысяч ее воинов. Капсулу ветераны внутренних дел повезут в Кингисепп. 6 мая, в честь 75-летия освобождения города, там открывают памятник. В ее основании заложат капсулу с родины героев. Отец Нины Полищук, один из них, был дважды ранен. Папа рассказывал, что оборона Ленинграда была очень тяжелой, потому что, когда их сразу привезли, трудно было с оружием, трудно было с питанием. Нехватка была. Но, говорит, несмотря на все трудности, у нас одна была цель, одни были мысли – это выгнать врага, быстрее освободить свою любимую родину от захватчиков. После этого папа воевал, освобождал города Прибалтики, прошел через Чехословакию, Польшу. Иван Полищук вернулся домой в 45-м году. Получил медаль за отвагу и за освобождение Германии. Но главная награда для героев – это память и уважение потомков. Хочется сказать, что мы не только на уроках истории вспоминали такие темы, поднимали темы с 314-й ссылковой дивизии и так далее, тему памяти. И хочется, чтобы дети сами сюда приходили и иногда могли даже посидеть на этой скамейке и вспомнить, что их прадеды, прабабушки положили свои жизни и не только во имя Великой Победы. Хочется также поздравить всех ветеранов, пожелать им счастья, здоровья. Кингисепская дивизия участвовала в боях в Прибалтике, Польше, Чехословакии. Каждый второй ее воин домой не вернулся. А три года назад в Петропавловске ушел из жизни последний солдат, сражавшийся под знаменем этого военного подразделения.